Всем привет, с вами Писмейкер, и пока я собирал свои Априкорны, я наткнулся на одного очень интересного товарища, который лазил у меня тут по моей базе. Да, всем привет, с вами Эдисон. И с нами теперь новый товарищ, который делал на своём канале серии Пиксельмонов, о котором я почему-то не слышал. Хотя перед тем, как делать свои, я вводил Пиксельмон летсплей в ютубе. Тебя там не высветилось, к сожалению. Да, это у нас Эдисон ПТС, или... Эдисон, Эд, просто. Да, ну я буду называть его сокращённо Эдом. И перед тем, как эта серия начнётся, Морфи, спасибо, что у тебя есть открытый IP. Серьёзно, потому что Эд у нас живёт не в России, он у нас далеко от нашей замечательной холодной страны. Да, они намучились, конечно. Да. Кстати, где у тебя вот та хрень, чтобы хилить? А, да, пошли. Так вот, поскольку я пока на этом мире не накопал алмазов, хотя я там организовал шахту, и мы в неё пойдём, потому что пока я ждал, пока он присоединится, я нашёл сраную окаменелость. Да, возле данжа где-то. Неподалёку, да. Вот тут Покет-центр. Видишь, да? К сожалению, их нельзя пока ломать, чей их может ломать, из них падает эта херня. А ты себе что не сделаешь? Алюминиевые фини. Да, алмазов нету. Да. Да, так вот, и к слову так, я, чтобы не мучить Эда заново, начиная сначала, поскольку его серии уже, по-моему, 4 месяца идут. Так, где-то так. Так, сколько я помню. Так вот, я, чтобы его особо не мучить, все его, да, все его покемоны были перенесены на мой мир. Так что отныне он теперь снимает со мной, но с его покемонами. Да, которые у меня уже есть. Если вы хотите, покажи им Мью. Разбей моё сердце ещё раз. У него есть Мью, я его ненавижу, я хочу его убить. Зато я ваншотнул всю его команду одним моим Черезардом, господа. Хочешь повторить? Да, иди ты нафиг. Так, у меня... Давай, он у меня левелаптался как раз при этом. Кстати, ещё зацени. А, ну да, Шайни. Шайни. У тебя вообще Эда нет, да? По-моему, есть пару буханок хлеба, пошли вернёмся на базу. Да. Так вот, пока я его ждал, мы мучились с Хамачи, он не работал, потому что у него там чё-то... Я знаю, кстати, из-за чего это, потому что у тебя... На несколько роутеров, что ли, или, по-моему, несколько компьютеров на... О, Пичу! И дай угадаю, он какой-то там 40 уровень, да? А, восьмой, у тебя есть Пичу? Нет, у меня Райчу вроде. Хочешь, могу дать тебе пару поккеболов поймать его? Ну давай, ща, еда, 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 а то вообще щас сдохну уже. Да, не сдохнешь, по идее. Ну, с половиной сердечку буду. Ну, тоже верно, стой. На, держи вот так, и держи вот так. Вот, спасибо. Всё, опс, сейчас. Попробуй сначала обычными поймать. Вот давай, удачи. Так, Ген, а, вот тут. Он убегает, зараза. Его, кстати, им пока не бейся, пока у тебя не будет рестована, если ты, конечно, не хочешь его эволюционировать в Пикачу. То, что смысла его ещё, но Пикачу нету, Пичу, он няшен себе. Лови, засранцы. Я держу его. Да, попади уже. Если есть кроме пищенский покемон, можно обменяться, я могу его поймать спокойно. Так, ну я ещё попытаюсь его словить. А ты его уже в битве, да? Да. Да, видишь. А, сразу без битвы. Мой тест совет, кстати говоря, не знаю, пользовался ли ты это в своих сериях. Я лично как делаю, у меня есть генгар мой, да? У которого есть гипноз. Ну? Гипноз, он усыпляет покемонов, и это идеальная вещь. Если покемон спит вражеский, то просто кинул шарик и практически в 70% это 100% ловля. У тебя есть у Зубата какие атаки, погоди? Да, вообще, у меня он пятый уровень. У тебя текл хотя бы у него есть, если есть, то... Уже нет, уже умер. А, окей. Так. Безысходность. Да, ладно, я пока пойду отнесу свои Априкорны на базу, потому что один Пикасс на момент надо их будет все пожарить. У меня генгар тоже вроде есть, значит, я забыл. Генгар, я же говорю, всегда нужен, если хочешь поймать кого-то, то тебе нужен покемон, который умеет усыплять. Баттерфри еще... О, словил отлично. А, фух, ладно. Баттерфри там еще отличный скилл имеет, тоже усыпляет. У меня Экзекьют, я его недавно поймал. У него есть, сейчас скажу, у него есть Слиппаудер, это сонная пудра, травяная атака. И также у моего генгара есть гипноз. И у Экзекьют тоже был гипноз, но я его выкинул. Так, мне нужна, по-моему, кирка. Азошел? Паховать что-то. Привет, значит, мои, вот тут, по-моему, есть еда какая-то, посмотри. Вот в этом скилке. Да, вижу. Хватит, не хватит. Четыре яблочка. Там еще, по-моему, хлебушек где-то был. Сладкий. О, яблочко золотое. По-моему, из них, кстати, делают сырарные. А, у нас морковки есть, справа, наверху. А, вижу, вижу. Возьми. Чуть я тебе фигурую. Ферму какую-то не сделаешь. Потому что мы их нашли просто гуляя. Я помню, где они. У тебя, ты же на Черезарде летаешь, да? Угу. Сейчас у меня он так глючит, тебя не глючит, когда летаешь. Вообще полет сам. Не, полет, ну, он, понимаешь, он немного странный, в плане того, что нужно нажимать пробел, чтобы держаться в воздухе. Ну, да. Да. Можешь взять хиллбол еще, кстати говоря, отсюда. У тебя пока шаров нету. А компьютеры у тебя тоже там, да? А, комп внизу валяется. Ща, сбегаю. А, вижу, вижу. Века у меня есть, слава богу, да. Это потому что он ломает, сам понимаешь. Угу. Так. Покемоны какие-то. Вот, Тортера словил недавно. Тут у меня все твои покемон должны быть. Я все файлы перевел без ошибок. Так. Ну, я вот думаю, что мне тут делать. У меня лично уже почти, я заполнил больше, чем наполовину третью коробку уже. Ну, у меня один, два, два с половиной вот эти бокса. Коробки. Ну, вот, как бы этот еще закаменелый покемон у меня есть. О, это офигенный. Кстати, описание его очень стремное. Он рубит своих жертв пополам и высасывает их жизненные соки. Да. Я знаю. О, гипну еще вроде. Кстати, гипност там всякий. Зацени. Недавно. Революционер. У меня он тоже вроде есть, не знаю. Ща найду. О, вот у меня этот есть еще. Смотри. О, Драгонайр. Ну, у тебя там вроде тоже Драгонайр есть. У меня есть, вот, Ферролигатор. У меня есть Драгонайр, я его никак не могу эволюционировать почему-то. Полноценно. Это вроде на 55-ом уровне и что такое. Да. Мне нужно прокачиться. А, вот мой, кстати говоря. Ты спрашивал. Рампардос. Маленький. Ще, ще, ще. Рампардос, а? Это уже его. Прикольный, прикольный. Каменный, конечно, не люблю особо каменный тип. Так, у меня тут Гердер... Да, для тех, кто спрашивает наверняка уже где Валя, Валя будет, но не сегодня уже. У меня тоже такой. Я возьму Драгонайра, действительно, буду прокачивать своего. Ах ты, ребят. Ну, как и странно, хоть у меня серий меньше, но дело в том, что я очень часто бьюсь в оффлайне, вне съемок, я имею ввиду. У меня зачем-то два пиджиотта. Как меня Харри вот этого покемона бесит. А, бесит? Если мы будем снимать странин, это вот эта девушка, с которой я снимаю, она тебе убьется. Ну да, я видел, но только вот этого Сморлокса и вызывает почти что-то. Так. Ну, он прикольный, на самом деле. Ну да, но не очень проработанный. Бинозавр 33. Ладно, я предлагаю... Во-первых, я предлагаю лично мне сходить сюда. Поставить счастливое яйцо тебе. Во-во, кстати, вот это покемон, который у тебя будет. А, это эволюция моего этого Нарита, да. Я уже на 48-го. О, 38-го, сори. Ну, еще два уровня вроде. Да? Да, опять же, если вы хотите посмотреть все, как добивает Эд всех этих пневмонов, я не знаю, все-таки называть Эдисоном или Эдом. Я думаю, Эдом лучше. Да, как-то. Сейчас сделано две кирки. Так. А, проблема. У меня нет машины для фосилов. Нужно ее сделать. А, я абсолютно не помню, как они делаются. Держи. Сзади. Да, да. Пошли. Хорошо, когда есть друг с открытыми портами. Ну, да. Которому нехер делать в 7 часов вечера. Морфе, спасибо. Твоя мечта осуществилась. Ты в пиксельмонах. Пошли сюда. Я просто роддом начал тут копать в одном месте. Да, и, естественно, никаких этих лесенок. Никаких удобств. Спартанские условия. Только тут гравий выпал. Да, для тех, кто, кстати, не знает по поводу того, как, естественно, находятся фосилы, я уже это говорил, или фосилы, или окаменелости, это они находятся вот рядом с гравием чаще всего. Ну, да, я в два раза вроде находил, и возле гравия. Я находил одного, и, естественно, второго находил он ранен. Своего. Упс, там ничего нету. Надо вспомнить, где этот. Погоди. Сюда, по-моему. Я не помню, куда я шел просто тогда. Да, вот сюда, по-моему. Да, сюда. Зомби! Потому что морфи не на письфуле. Блядь, я ломаю спаунер. Так. Смотри, это засранец был просто тут, там пусто уже, я болтал. Вот. Да. Аллилуйя. Не помнишь, какой это? Чё, покемон? Я такого точно не было. По идее. Но если это Рампардос, то... Или как его там? Рампардос, я, возможно, его отдам. Нам нужно накопать... О, блин, геодио тут жалко. Из всех тварей, которые могли меня наехать. Да, бесит он, конечно. На меня наехал второй Рампардос. О, Рампардос это геодио. Так, может, чё где-то тут? О, имералды. Накопай, если встретишь это... Не железо, а вот это... Алюминий. Да. Потому что нам нужно сейчас делать будет этот фосил-машинку. Больше ничего там? Ну, железо, естественно, и редстоу нам понадобится. Вот, я его выкупаю тут. Должно хватить этого пуска. Да, тут вроде ничего. Да, после некоторого апдейта можно найти в пещерах, кроме зубатов и голубатов, теперь и геодюдов. Как в обычной игре. Да, они там вроде всегда были, нет? В пещерах нет, не было. На всяком случае, граулеров и геодюдов никогда не видел. Максимум на поверхности и... Всё, по-моему. То есть, если у вас есть водный покемон, то пещера это ваше любимое место. Так, ща я железо накопаю ещё. Да, чуть-чуть накопаю, и нам не так уж и много, по-моему, надо. Если честно, я не помню, как вообще. Там вроде две фосил-машины нужно. Нет, там нужен анализатор и сама машина. Ну да, как бы... Анализатор делается отдельно, и машина, по-моему, из трёх частей. Нам нужен песок, точно я знаю одно, потому что там это понадобится. И алюминий нужен, точно помню. Но алюминий уже есть минимум 12 штук, надо их... А, ещё я выбил... О, я нашёл ещё. Я выбил из красного босса алмазный молот. А я вроде зелёного выбил. Сразу алмазный молот и мастер-болл. О, у меня их три. А, вот это минус, кстати. Сколько у тебя мастер-болов было в твоих сериях? Вообще два, что я выбил из... Я имею в виду неиспользованных. А, неиспользованных? У меня уже нету неиспользованных. А, окей, я просто... У меня правило у нас, когда мы переехали на этот мир, я вызвал пару покеболов стартовых. И мастер-боллы все, которые были. То есть у меня ещё их три. Так, где выход? Вот это хороший вопрос. Вообще, тут порою что-то, может, ещё найду. Я телепортуюсь к Морфе. Там наверху сидит пидомишка наша. Ну, я так понял, что возле гравия вообще самый огромный шанс найти фосил, да? Эээ, поправочка, единственный. Ну да. Но я, если честно... Он может появиться рядом, чисто рядом с гравием, только потому, что гравий опал, и всё. А и опал не в смысле камня. А в смысле упал. Так. Да, чуть нихрена нету. Кстати, ты же в одиночку всё снимал, да? Ну да. У тебя мочок же есть? Да, есть, есть, есть. Не хочешь эволюционировать его? Да, и у меня уже прокачанный. Я имею в виду, там есть эволюция с помощью обмена. Ну да, 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 я его уже обменял. Только в проблеме авто... А, я спрашивал, ты в одиночке играл или как? Ну я со второго компа зашёл, обменял вроде. Ух ты, там был Синдакрил. Именно эволюция стартового покемона. А он у тебя есть? Да, я поймал стартера. Да, Синдакрил. У меня он тоже есть. Синдакрил, который эволюционировал уже в Квилаву. Да, да. Я, в евро, только трёх стартовиков новых поймал. Это Синдакрил и... Я... Моя мечта найти этого. Кого? Такого пигвинчика, господи. А, пупли-пупли, как-то... Как-то так. Пипл, пипл, пипл. Да, пупли, пипл. Это моя личная мечта, пипл пофиги. Я его, кстати, нашёл, но случайно убил, зараза. Ты убил? Тебе вообще нужно лечевать, в принципе. Этот человек тратит мастер-полы на сраного тёртвика. Ну я его спас, он бы умер. Не казнить тебя мало за это. Мастер-пол, тёртвика. Ну, в принципе. Задыхался, пацан. Я его спас. Вступил бы в битву, он бы не задыхался. Они больше не получают повреждений. Ну, а у меня, кстати, не было вот этого. Вообще, покеболов не было. О, боже, я изуброд нашёл. Спасибо. Очень надо. Да. Хотя, на самом деле, можно обменяться на какое-нибудь дерьмо этих у торговцев. Ну, ключевое слово на дерьмо. Ключевое слово на торговцев мы... Я знаю, где тут деревни ближайшие. Можно наведаться. Ты ещё даже ни один алмаз не нашёл? А, в этом мире нет. Мы тут вообще не копали. Это первый раз буквально. Я копал без тебя, вот когда ждал. С домом есть, уже 31 золото не копая, потому что... Сраная эта херня. Данжи и так далее находили тупо на поверхности. Ну, ща, я вылезу отсюда, где тут выход? Ща, ниже лезу. Да, чё-то у меня как-то горло уже болит. К вечеру. Уголь. К вечеру. У меня сейчас вообще 4 часа. Опс, 8. Я, насколько помню, нужно 3, упс, этих ведра с водой. Так, а чё-то я вообще выход не нахожу. Да, телепортируйся ко мне или к Морфе. Он посреди базы, так что можно не вот спокойно. ТП, вза... А, ну всё, вообще. Просто тап, тап, тап. Вот, всё, отлично. Хоть какие-то пользы от апдейтов есть. Ну да. Если ты свернёшь сейчас игру, то у тебя вылетит она или нет? Запись. Не, вроде, думаю, нет. Будь другом. Посмотри рецепт. А, щас, щас. Я пока буду выбивать эту херню. Так, фусил машины, да? Ну, первое. Да, нам нужно и ещё анализатор. Так, рестатор, рецепт. Сейчас чё-то найду. Чё-то найду, вопрос что? Так, компьютер, хилка, Покедекс. Вопрос, хватит ли нам нынешнего алюминия? Да, ну, где ты? Не можешь найти? Да, чё-то бред какой-то. Почему? Да не найду никак. Ну, щас, щас, щас. На официальной википедии моды. Во, во, нашёл отлично. А, лилое. Тебе нужен сначала анализатор построить нам хотя бы, чтобы узнать, что это за херня. Шесть алюминия, два редстоуна и одно стекло. Эээ, стекло обычное или стекло... стекло... Панель, стеклопанель. Эээ, вообще, там нужно будет обычное стекло в рецепте, посмотри. Ээээ... нет, только стеклопанель. Стой, тогда... Держи. У тебя обсидиан есть? Нету. Один нужен. Для чего? Ну, для второй машины, чтобы оживить. Оооо... Привет. Да? У меня это алмазные кирки, и что делать? Безысходность. Ну чё, я крафчу тогда первую машину, да? Крафт себе обычный анализатор, да. Хотя бы узнаем, что это за... Хотя бы остатки. Я к тому, что сомневаюсь, что у нас прям так хватит алюминия. Всё скрафтил. Давай, вставь её где-нибудь, эээ... А, ну давай. Эээ, да, это клинер. Только тебе сказать, что это не то. Так, ну давай, малыш, поехали. Очищайся. Так, а нам точно нужно будет обсидиан, да? Да, в одна штука. Чёрт. У меня как-то не особо вштыривый, знаешь, бегать по шахтам опять. Особенно в пиксельмонах. Я вот пытался буквально перед этой записью, да... Эээ... Это что у нас? А, чёрт, знаешь, кто это такой? Кто? Это мой. Вот этот вот товарищ. А ну... А ну Рид или как там? Не-е-ет, это этот. Фак, где он тут? О, это мой Рампордос. Ещё один? Да, только это крайне... Блин, как вот. Кренидос, так что да, можно особо не спешить, это тот, кто у меня уже есть. А смысла тогда в нём нет особого, как я считаю. Ну да. В том, я имею в виду, это не самая срочная вещь, если кто-нибудь был бы новенький, было бы интереснее. Так что можно пока отложить эти ресурсы и расслабиться. Так, эээ... И как вы видите, ещё наверняка я по ошибке удалил мини-карту со всеми вейпоинтами. Так, безысходность. У меня там такие офигенные снежные биомы были, ты не поверишь, только горы. Сплошняком. Не случайно выкинул? Ммм? Да хрень, тут выкинул одну. Бандаму какую-то на генгарда. А, бандана... Чойс бэнд? Да, чойс бэнд. Это хорошая вещь, она увеличит, по-моему, рукопашные атаки. То есть чисто для боевых покемонов нужная вещь, по-моему, если не ошибаюсь. Или то ли первую атаку увеличивает. Я предлагаю все два наших чрезардов. Мгм. Ща. Я его вызву. Вызву. Так. Угу. Все. 55 уровень. И полететь в ту сторону, потому что, насколько помню, снежные горы были там. Угу. И уже в следующей серии мы прибудем там и, возможно, если повезет, поймаю Артикуну. Вот тут, кстати, эти горы, почему тут Заптос? Какие? А, вот эти, где ты живешь? Где мы, где у нас база, да. Да. Блин, по привычке жму X, чтобы открыть всю карту, посмотреть. Нет, 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 нет. Как-то я еще даже не привык, что на шифт это слазит. А, слава богу, сохранилось тот факт, что в своей вебинвентаре я оставил, да. О, я начальный сундук нашел и шесть яблочек. Там нету, случайно, обсидиана. Нет, только каменная кирка. Да. О, я ем хлеб на своем чрезарде. День оказался успешным. Так, тогда, в принципе, что, тпшиться? Давайте закончим, и можно уже тпшиться будет в следующей серии. Ну, тпшиться мне в серии, и начнем тогда. Угу. Итак, с вами были Писмейкери, Эдисон и Лед. Да. Я привык твоего нику и не нажимаю уже на тап, чтобы его подсмотреть. О, нет, знаешь, что мы сделаем? Мы будем в джунглях тусоваться. Я же их сжег недавно. Джунгли? Да, джунгли. Мью. А, ну да. Мью или Бьюту. Один из вас засранцы будет моим. Да Мьюту вроде в горок спавнится, нет? Эээ, горы джунглей. А? Если не ошибаюсь. Боя, еще горы нашел. Угу. Сейчас проверю, может, что-то и будет. А, да, по идее, кстати, эта база далеко от спавна. Надо посмотреть, что там находится вообще. Так что, да, думаю, мы тут закончим. Всем спасибо за просмотр. Опять же, посетите канал Эда, если вы хотите увидеть, как этот засранец поймал Мью. Ну да. Я его ненавижу за это. В хорошем смысле, не волнуйтесь. Ва? Окей, слава богу, я телепортился в тот момент, когда это было очень низко. Это спасло мою жопу. Да, всем пока. Пока. Кхе-кхе-кхе, бля.